Вести Карачаева, Черкесия В Карачаево-Черкесии действует перечень мер поддержки для семей военнослужащих из республики, участников специальной военной операции. Руководитель региона Рашид Тимрезов отметил, что эти меры охватывают как членов семей мобилизованных, так и семьи военнослужащих вооруженных сил России, выполняющих задачи с начала спецоперации. Так, в частности, родители дошкольников освобождены от платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах. Дети военнослужащих могут бесплатно посещать кружки и секции, а также получать бесплатные направления в детские лагеря. А дети постарше могут в первоочередном порядке претендовать на целевые места в медвузах. Для них определено первоочередное зачисление в СУЗы. Для пожилых членов семей или лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляется бесплатное соцобслуживание на дому. Меры соцподдержки включают и внеочередное обслуживание в поликлиниках, сокращение сроков ожидания плановой госпитализации до одного дня и ряд других мер. Кроме того, все участники специальной военной операции освобождены от транспортного налога. Около 3 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории Карачаев-Чекеси до 2030 года. В частности, в рамках реализации национальных проектов и государственных программ запланировано с 2022 по 2030 годы ввести в эксплуатацию 2 миллиона 680 тысяч квадратных метров жилой площади и достигнуть по показателю средняя обеспеченность населения республики общей площадью жилых помещений значение 30 квадратных метров на человека. В период с 2011 по 2021 годы общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя региона, увеличилась почти с 19,5 до 22 квадратных метров. За этот период введено в эксплуатацию более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. Министр сельского хозяйства региона Анзор Баташев побывал на Карачаевском сахарном заводе. Вместе с руководителем предприятия Андреем Буклей осмотрели производственную площадку. Ежегодная выработка сахара составляет от 16 до 19 тысяч тонн. Завод, на котором в сезон работают более 300 человек, ежедневно отгружают тонны продукции. На сегодняшний день на предприятии заготовлено более 110 тысяч тонн сырья. Переработано 90 тысяч тонн сахарной свеклы. Выработано порядка 9 тысяч тонн сахара. Сырье на завод поставляется от местных аграриев. Площадь под сахарную свеклу увеличивается. По оперативным данным, в текущем году уборка урожая планируется на площади почти 5 тысяч гектаров. Ежегодно свеклосеющим хозяйством региона оказывается государственная поддержка в виде субсидий на развитие свеклосахарного производства. Вопросы профилактики природно-очаговых инфекций рассмотрены на заседании Санитарно-эпидемиологической комиссии Республиканского центра. Заместитель мэра Черекеска Елена Йенсен-Данильчук отметила важность проведения эффективных противоэпидемических мероприятий для обеспечения санитарного благополучия горожан. В перечень природно-очаговых инфекций входят несколько десятков опасных заболеваний, в числе которых чума, сибирская язва, бешенство, тулеремия, крымская геморрагическая лихорадка и клещевой боррелиоз. Отмечено, что основными резервуарами возбудителя обозначенных инфекций являются мышевидные грызуны, дикие домашние животные, а переносчиками – насекомые и членистоногие. Периодически в Республике регистрируются эпизоотические случаи заболевания домашних и диких животных бешенством и бруцеллозом крупного рогатого скота. В прошлом году в регионе был зафиксирован один случай заболевания – лихорадка западного Нила. Что касается сибирской язвы, почвенные очаги, которые имеются в регионе, последний случай заболевания в Карачао-Чкесии регистрировался в 90-е годы. В Республике наблюдается стабилизация ситуации по COVID-19. Последние две недели количество новых случаев инфицирования в сутки не перевышает 10. А в инфекционном отделении на базе Черкесской городской клинической больницы проходят лечение 6 пациентов. Такие низкие показатели в последний раз зарегистрировались в конце июля этого года. Вместе с тем, на протяжении последних двух недель в Республике на стационарное лечение не поступали несовершеннолетние больные коронавирусной инфекции. Карачао-Черкесская инфекционная клиническая больница, где ранее располагалось детское ковидное отделение, сегодня работает в штатном режиме, но всегда готова при необходимости оперативно принять маленьких пациентов больных COVID-19. За отличное содержание двора, подъезда и многоквартирного дома в Черкесске наградили победителей оригинального этапа конкурса «Лучший дом, лучший двор». На площадке исполнительного комитета оригинального отделения «Единая Россия» прошла встреча с победителями и призерами республиканского этапа всероссийского конкурса «Лучший дом, лучший двор», который проводился в рамках мобилизационного проекта жителей многоквартирного дома «Народная программа партии». Награды победителям в разных номинациях «Самый дружный дом», «Лучший подъезд», «Лучший двор», «Лучшая практика» работы Совета многоквартирного дома вручили депутаты парламента Карачао-Черкесии и Думы Черкеска. Среди призов дипломы, благодарственные письма, а также саженцы и кустарники, которые украсят дворы многоквартирных домов. Отметим, что оценивали участников не только эксперты. Победители определяли и путем народного голосования на сайте конкурса. Среди дипломантов дома не только Черкеска, но и поселка Московского. В Карачаево-Черкесском университете имени Умара Алиева полным ходом продолжается ремонт корпуса естественно-географического факультета, построенного еще в 30-х годах прошлого века. Важная задача, которая поставлена перед строителями – сохранить первоначальный облик старого здания. Корпус, по мнению студентов и педагогов, должен остаться узнаваемым и сохранить свою историческую внешность. Комментирует ректор вуза Таусултан Узденов. Мы очень надеемся, что к концу года, это запланированный период, мы сможем сдать это здание. И уже с нового неучебного года, календарного года, наши студенты и преподаватели будут работать уже в новых эстетически вдохновляющих условиях нового факультета. То, что делается, должно вписываться в естественную природную архитектуру. С другой стороны, студенчество – это шаг в будущее. Это молодежь, это трансформация. В то же время должно быть и модно соединить классику, традиции и желание идти вперед. Работы по реконструкции участка автомобильной дороги Черекеск-Хабес подъезд Камцуар-Хыз, которые велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», находятся на финальном этапе. Капитальный ремонт участка общей протяженностью 5 километров начался весной этого года. И за эти месяцы выполнены работы по замене земляного полотна и устройству нового двухслойного асфальтобетонного основания дороги. Весь основной объем уже завершен. И на сегодняшний день на участке выполняются работы по обустройству, то есть нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, а также остановочных пунктов и парковок. Завершить все работы и ввести участок в эксплуатацию планируется 1 декабря текущего года. В Карачаевске прошел первый республиканский директорский форум «Кадровый ресурс школ Карача-Чрекесии. Стратегия и технологии развития». Программа мероприятия включала стратегическую сессию, презентацию научно-методического центра развития педагогического образования при КЧГУ, проектные инициативы, профессиональные экспертизы, обсуждение успешных управленческих и педагогических практик. В ходе стратегической сессии министр образования и науки республики Инна Кравченко рассказал об актуальных проблемах кадрового обеспечения школы региона. Школьник из Аулады Гехабль Алан Тимирдашев удостоен медали Совета Федерации за проявленное мужество. Эту высокую государственную награду вручают юным героям, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли человеческие жизни. Наш земляк, 15-летний Алан, летом отдыхая у реки, услышал крики о помощи. В ту же секунду он ринулся в воду на спасение утопающего ребенка 7 лет, схватив мальчика, быстро вытащил на берег. В селе Джага Малакарачаевского района продолжается капитальный ремонт сразу двух берегоукрепительных сооружений на реке Ишкакон. Восстановление этих дам позволит защитить от воды полторы тысячи человек с их домовладениями и приусадебными участками. Подробности у советника, министра природных ресурсов и экологии республики Медины Ваташевой. Общая протяженность двух берегоукрепительных сооружений, на которых ведутся работы, составляет 3376 метров. Работы начались весной текущего года в рамках государственной программы воспроизводства использования природных ресурсов и проводятся в целях обеспечения защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия вод, прежде всего в наиболее поводкоопасных и подверженных подтоплению районах. Ремонт дам позволит защитить 1400 человек, их домовладения приусадебные участки. Общая площадь территории, подверженной затоплению, составляет порядка 55 гектаров. В зоне возможного подтопления также расположены школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и другие объекты инфраструктуры села. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия ввод в размере более 1 миллиарда рублей. Начиная с 2019 года в России запущена программа по обновлению, а точнее переформатированию библиотек. К 2025 году в стране будет переоборудовано 600 библиотек. Модульная библиотека появится и в Усть-Жигутинском районе. Рассказывает директор Центральной районной библиотеки Елена Кузьмина. Надо поломать все стереотипы и сделать из нее современный центр, где молодежь смогла бы провести свое время, собраться по интересам. Компьютерный класс планируем открыть, чтобы дети смогли прийти, найти ту или иную книгу, которая будет находиться не только в фонде нашей библиотеки, но и в библиотеках России, к которым мы планируем подключиться электронно. Также хотелось бы, конечно, чтобы это были и просмотры фильмов. То есть мы запланировали сделать как небольшой салон, чтобы школьники и взрослый контингент тоже смогли прийти и посмотреть фильм по интересам. Если это школьная программа, то обсудить сюжет книги. Курорт Архиз вошел в число лучших спортивно-туристических кластеров России и СНГ. В Сочи прошел международный форум, посвященный горному отдыху и внутреннему туризму, в рамках которого определили лучшие курорты страны и Содружество независимых стран. Участники форума ответили, что Северный Кавказ демонстрирует поступательное развитие курортов и территорию вокруг. На них проходят всероссийские соревнования по горным лыжам, сноуборду, маутинбайку и горному бегу. И в продолжение этой же темы. Туристический поток на курорты Карачао-Чекеси за последние шесть лет увеличился в два раза до 1 миллиона 700 тысяч человек. По-прежнему популярными направлениями среди гостей республики остаются горнолыжные курорты Архизы-Дамбай, Тиберзинский национальный парк и туристический комплекс «Медовые водопады». Напомним, власти региона намерены поддержать проект развития туризма. На эти цели направят более 340 миллионов рублей по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Финансовые средства пойдут на обустройство пляжей, кемпингов, разработку цифровых путеводителей и формирование доступной туристической среды для путешественников с ограниченными возможностями здоровья. В Дамбай появится новый туристический информационный центр. Его создание стало возможным благодаря, как мы уже говорили выше, получению Республикой федерального гранта на развитие туристического кластера. Главная цель нового проекта – создание площадки для консультирования представителей туристического сообщества и продвижения информации о турпродуктах курорта, поскольку центр объединит информацию о местных достопримечательностях, исторических и культурных ценностях и мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, развлечениях и так далее, рассказывает министр туризма и курорта в Расул Тикеев. Дамбай – это старейший и популярнейший курорт не только на Северном Кавказе, но и на территории всей страны. И, конечно же, актуальным становится создание единой сервисной службы на территории. Туристы смогут получать необходимую информацию. Информация будет достоверной. Это будут размещены цифровые карты, будет приложение, созданное к этому ТИЦ электронное. Также это будет оказание услуг. То есть это необходимо на сегодняшний день для того, чтобы туристы могли получать более качественные туристские услуги и информацию о том месте, где они находятся, и о регионе в целом. Как справиться с тревогой и победить страх? Что такое арт-терапия и дыхательные практики? Об этом и многом другом студентам Северокавказской государственной академии рассказали в рамках проекта «Умный маршрут» от Всероссийского общества знания, который в прошлом году возродил президент страны. На этом маршруте школьники и студенты получат уникальную возможность пообщаться с профессионалами из разных сфер деятельности. Тему продолжит спикер проекта Владимир Варнавский. Именно эти ребята знают, что медицинское образование очень подвержено стрессу. Каждая наша сессия – это не то чтобы тревожность, это колоссальный стресс. А потом им придется выходить в поликлиники, в больницы и работать с пациентами, что, конечно, тоже большой стресс. Поэтому я очень счастлив, что мы сегодня здесь, и будущие доктора научатся справляться со своей тревогой и стрессом. Потому что, прекрасно помню себя, нас этому не учили, и было очень трудно первый год работать. На минувшей неделе Оригинальное министерство культуры организовало для детей, мобилизованных из Корчаочекесии, бесплатные показы мюзикла «Волшебники изумрудного города». Сотрудники детского музыкального театра Государственной республиканской филармонии окунули маленьких зрителей в атмосферу сказки и еще раз напомнили, как важно делать добрые дела, рассказывает министр культуры республики Зураба Гирбов. Очень приятно, что мы можем этих детей порадовать, отвлечь их от каждодневной суеты, может быть, позволить им немножко меньше скучать и наслаждаться теми чудесными произведениями, которые мы специально для детей создавали. У нас в филармонии работает активно детский музыкальный театр. И как раз новая постановка, мюзикл «Волшебник изумрудного города» создана для того, чтобы показать новые возможности филармонии. Мы для себя поставили большую задачу, чтобы учреждения культуры сегодня со своей стороны поддерживали семьи мобилизованных и наша сеть, наши услуги, наши продукты, чтобы были им очень доступны. Начинаем мы с филармонии. В ближайшее время будет организован благотворительный концерт. Средства, собранные на котором, будут отправлены на фронт для приобретения необходимого для мобилизованных. И так культура, как и во все тяжелые непростые времена, будет свою важную роль играть. Руководитель Центра серебряного волонтерства Карачао-Черкесии Екатерина Борисова принимала участие в экологической смене в рамках программы мобильности ассоциаций волонтерских центров. Экосмена прошла в Пресурском заповеднике республики Чуваши. В течение 10 дней волонтеры помогали заповеднику в различных направлениях. В следующем году Екатерина Борисова планирует провести экосмену в Тибердинском нацпарке. Опыт экологической смены, которую я в рамках программы мобильности Ассоциации волонтерских центров прошла в Пресурском заповеднике республики Чуваши, мне принес много новых знаний и навыков, а также наблюдение опыта взаимодействия волонтеров и особо охраняемых природных зон. Надеюсь, что в рамках работы регионального центра серебряного волонтерства нам удастся этот опыт реализовать во взаимодействии с Тибердинским национальным парком, и он принесет хорошие, эффективные результаты и поможет сохранить природу нашей республики. Сегодня в 18 часов в Черкесске состоится благотворительный концерт под лозунгом «Своих не бросаем», и мы вместе с участием известных артистов Ислама Итляшева, Султана Лагучева, Руслана Качива, Ярослава Щеколанова, Артема Разина, Алиат Нурлубаева и Ачара Меремкулова. В концерте также примут участие государственный ансамбль танца «Эльбрус» и театр танца Государственной филармонии Карачао-Черкесии. Вырученные средства будут направлены на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции и членовых семей. Ну и в завершении выпуска новости спорта. Семь медалей мирового первенства в копилке Карачао-Черкесии. В Казани прошло первенство мира по борьбе на поясах среди юношей до 18 лет, в котором участвовало около двух десятков спортсменов из 11 стран мира. В составе сборной команды страны выступили спортсмены республики, которые завоевали семь медалей различного достоинства. Призерами стали Алана Чабаев, Умар Узденов, Ануар Чагаров, Азамат Баташев, Ислам Казиев, Ренат Бастанов и Тимур Тикеев. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. На правах рекламы. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!